Привет! В этом видео я дам конкретные инструменты, как делать комедийные иллюстрации. Я дам 7 инструментов для тех, кто посмотрит это видео. Поехали! Спасибо, что начали смотреть это видео. Меня зовут Алексей Ярцев, и я уделил много внимания, много времени прослушиванию интервью с иллюстраторами, рисования под иллюстраторские подкасты, под YouTube-ролики на иллюстраторских каналах, слушая о том, как происходит творческий процесс у иллюстраторов. Мои художественные скиллы невысоки, но в комедии я понимаю очень много. Если вы подпишетесь на мой канал, посмотрите несколько видео, то в этом вы убедитесь. Но это можно сделать после того, как я расскажу именно то, что, на мой взгляд, полезно для художников, от человека, который, в общем-то, не умеет рисовать, но понимает в комедии, как стимулировать ваши творческие навыки, ваши творческие способности. Я видел видео и про Ави-референсы, и по специальной программе, которая делает референсы, но в этом видео мы будем говорить не про сглаживание, не про слои, не про маски, не про фотошоп, не про силу нажатия, не про выбор планшета, а именно про творческую составляющую, про то, как должен работать наш мозг, чтобы создавать комедийные иллюстрации. И семь инструментов я вам дам. Поехали! Первое, что мы должны понимать, это парадокс. Парадокс связан с тем, как человек, в принципе, воспринимает реальность. Наш мозг всегда цепляется, когда мы видим столкновение противоположностей. Спорт весь построен на этом. Матч одной команды против другой — это столкновение противоположностей. И чем более они разную технику, тактику исповедуют, тем нам интереснее посмотреть этот матч. Посмотрим, как это работает в иллюстрации. Например, вот эта иллюстрация. Она построена на парадоксе. Для того, чтобы более четко контролировать парадокс, для того, чтобы вы, как иллюстратор, могли его более конкретно им владеть, этим инструментом, вы можете раскладывать картинку на два противоположных антонимичных прилагательных. Допустим, эту картинку можно разложить на милый и агрессивный. Прилагательное — милый и прилагательное — агрессивный. Когда вы кого-то агрессивного рисуете милым, получается комедия. Да, у кого-то получатся другие пары, допустим, женский и мужской, или древний и современный. Но главное, чтобы эти прилагательные были как можно более антонимичны. Растяните эти полюса, и у вас получится комедийный рисунок. Посмотрим на другой рисунок. Вот мы видим тоже. Иллюстрация имеет комедийный подтекст. Она заставляет нас по-разному ее интерпретировать. То ли это грешница, которая решила приобщиться к святыне, то ли это, наоборот, святой, который идет на поводу у грешницы. Это интересно, потому что это столкновение двух противоположностей. В этой картинке, опять же, мы видим, девочка занимается мужским видом спорта. У нее подчеркнуты детские черты лица. По-моему, это называется чиви. Поправьте меня в комментариях, если я ошибаюсь. И она занимается чем-то агрессивным. Опять же, милая и агрессивная. Это часто используется в иллюстрации. Именно это сочетание, это простой способ создать комедийную иллюстрацию, спровоцировать свое сознание, сделать что-то интересное со своим персонажем. То есть, если у вас уже есть персонаж, какой-то любимый, которого вы рисуете, напишите про него одно прилагательное, чем он славится. Он какой? Допустим, Человек-паук, он гибкий. Тогда нам нужно его сделать каким-то закостеневшим. Допустим, замороженный Человек-паук. Или Человек-паук в гипсе. Таким образом, вы стимулируете свое творческое мышление и создаете интересный концепт. Опять же, здесь, на этой картинке, если бы дьявол атаковал ангела, мы бы не увидели ничего странного. Но ангел, который держит за горло дьяволенка, это, очевидно, какая-то шутка. В этой картинке, опять же, мы видим здоровенный амбал, который на две головы выше девчонки. Она его не боится, она смотрит ему в глаза дерзко. Испуганный и храбрый, и эта противоположность создает картинку комедийной. Халк здесь не ведет себя странно, он здесь играет роль абсолютно обычную. Как мы можем сделать эту картинку еще более комедийной? Мы можем сделать Халка испуганного. И тогда эта картинка приобретет в совершенно комедийное видение. Мы продолжаем разбирать инструмент парадокс. Опять же, мальчик говорит, красота какая, она абсолютное уродство. Красивый и уродливый. Эта картинка, в общем-то, не имеет комедийного подтекста, но, согласитесь, она тоже цепляет. Мы видим, что это какое-то необычное решение автора, что-то интересное он предлагал. Есть разночтение, можно по-разному интерпретировать картинку. И то, что заставляет наш мозг интерпретировать то, что мы видим, цепляет нас сильнее, чем банальности. Что здесь разное? Огромный и маленький. То есть человек обычно гораздо больше любого насекомого, а тут насекомое огромное. Огромный и маленький, это антонимы. Как только мы изменили соотношение сил, картинка приобрела драматический, конфликтный вид, а значит, сильнее цепляет зрителя. Эта картинка цепляет нас, потому что дьявол должен быть злым, агрессивным, сильным, а здесь он какой-то миловидный. И это делает картинку, пусть это иллюстрация, имеет абсолютно практическое, утилитарное значение, возможно, просто поставили задачу, нарисуйте нам 7 смертных грехов с дьяволом. И вот художник решил ее так, он добавил в нее парадокса. И таким образом эта картинка интереснее, чем если бы все это делал обычный злой дьявол. Вот уже политическое, с оттенком политическим, потому что речь идет о взаимоотношениях стран. Сколько парадоксов мы здесь увидим? Наверное, вы можете много их насчитать. Если у вас есть какие-то идеи, то напишите об этом в комментариях. У этой картинки какие антонимы вы видите? Почему эта картинка претендует на то, чтобы быть комедийной? А это не обязательно она должна рассмешить вас, не обязательно она должна вам нравиться. Но вы, как творческий человек, должны понимать замысел других авторов. Он может показаться вам банальным, но вы должны его уметь детерминировать. То есть объяснять причины, которые привели автора к вот такому художественному решению. С первым инструментом все. Если вы готовы, если вы заинтересовались, если вам интересно, что будет дальше, потому что впереди еще 6 инструментов, то поставьте лайк сейчас под этим видео. Мне будет понятно, что я поработал не зря и что, возможно, имеет смысл чуть больше углубиться в эту тему, чтобы создать для вас еще что-то более ценное. Каламбуры. В первом приближении люди часто упрощают ситуацию, ну, когда они не погружаются профессионально в этот вопрос, как я. Они говорят, что каламбур – игра слов. Но это мало что объясняет. Играть словами можно очень по-разному. Мы будем объяснять каламбур как двойной смысл слов. То есть когда у одного и того же по звучанию слова, допустим, как на этой картинке, ячмень, есть два разных смысла. Это и растение, это и болезнь. Как только вы их совмещаете, как только вы становитесь на позицию, ну, типа, как будто бы я не знал, что это разные вещи. Я думал, что вы в том смысле ячмень имели в виду. То у вас может родиться комедийная идея. С каламбурами все сложно, потому что чаще всего они уже все пробиты до вас, уже пошучены, перешучены. Но кто вам запрещает на них учиться и тренироваться, оттачивать свое, главное, комедийное сознание? Помимо того, что мы должны оттачивать руку, мы должны оттачивать голову. Потому что я, например, недавно смотрел видео по UX-дизайну, и там лектор сказал, что это очень важно для дизайнеров. Если вы с ним согласны, то напишите об этом в комментариях. Из софт-скиллов, соответственно, это сопутствующие скиллы, которые, в принципе, у вас могут не быть, но их наличие может значительно улучшить вашу карьеру и жизнь. Это история, естественно, создания презентации, как вы это упаковываете, как вы можете это продать. И там немаловажная составляющая роль – это ваши коммуникационные навыки. То есть, что вы имеете возможности, силы приехать к заказчику, приехать лично, адекватно с ним говорить, говорить, естественно, на человеческом языке, входить с ним в правильный контакт. Это значит, что не дрожащими руками, а с улыбкой, с такой замечательной прической, как вот сегодня у Максима, с такими же замечательными шутками, как у Максима, мы были в самом начале. Я как будто бы день рождения сегодня, ты раскрыл, секрет. Да, вот если у вас есть такой коммуникационный навык, это является дополнительным очень сильным плюсом в вашей карьере и развитии. Я, в принципе, с ним согласен. Как заказчик мне тоже хочется видеть более творческих исполнителей. Посмотрим следующую картинку. Еще как неудачники. Придурки, вы такие уродливые. Ай, что случилось? У меня очень чувствительные зубы. Мы видим, что на этой картинке двойной смысл у слова чувствительные. Чувствительные в плане sensitive, то есть, чувствуют изменение температуры, и чувствительные в эмоциональном плане, то есть, которых легко обидеть. Эти два смысла соединены, и мы получаем вот такую картинку. Примитивная мысль? Да, примитивная, но не в плохом контексте. То есть, она простая, но просто не значит плохо. Иногда гениальная простота бывает. Опять же, вот, ну как он? По-прежнему в коме. Какое слово обкаламбурено? Слово ком. Еще одна картинка иллюстрация. Как вы видите, для того, чтобы зацепить внимание зрителя, не обязательно хорошо рисовать. Но если вы еще и хорошо рисуете, то это усиляет ваше влияние на вашу аудиторию. И охват, естественно. Иранцы обогащают уран. Какое слово обкаламбурено? Слово обогащают. Обогащают не с термоядерной точки зрения, а обогащают с точки зрения богатства денежного. Ну и сделали вот такую визуализацию. Извини, обещал ей кинуть песню на стену. Кинуть песню на стену. Опять же, очень простой рисунок, очень простая графика, которая доступна, я думаю, большинству из вас, если вы иллюстраторы. Но комедийная идея делает эту картинку особенной. На английском языке cover me. Любопытно, да, что это слово, хотя звучит совершенно по-другому в русском языке, но точно так же каламбурится. То есть прикрой меня. Полицейский говорит, прикрой меня, и его напарник его прикрывает. По-моему, весьма забавно, необычно. Опять же, на английском языке. Не могла бы ты присоединиться ко мне в балрум. По-русски этот каламбур не переводится, да, потому что в бальном зале. Балрум на английском языке это комната шаров. И они отправляются в комнату шаров, как мы видим в этой визуализации. На русский язык это перевести, наверное, трудно. Но если вы можете, то сделайте свою картинку, будет очень интересно посмотреть. Не так давно я участвовал в марафоне по скрайбингу, и там было большое количество иллюстраторов, которые попросили дать им задание. И мне пришло в голову, у меня был очень старый каламбур, который я использовал еще где-то в 2009 году, умевший успех. Очень простая шутка, но публике она понравилась. Говорил о том, что любовь сильнее смерти, и значит, любовь должна быть физически сильнее смерти и должна ее избивать. У меня были какие-то рисунки на этот час, гораздо более уродливые. И вот иллюстраторы сделали, на мой взгляд, очень приятную иллюстрацию. Да, она сделана в тротнишке, но то мешает вам ее оцифровать. Это второй инструмент. Второй инструмент – каламбур. Напишите в комментариях под этим видео какие-нибудь каламбуры, которые вы бы хотели, чтобы кто-то нарисовал. А если вы художник, если вы иллюстратор, то можете уже в комментариях подцепить какую-то хорошую идею для себя. Мне будет очень приятно, если потом сбросите что-то, созданное вместе вот таким коллективным сознанием. Следующий инструмент, который очень часто используется в иллюстрации, и, на мой взгляд, он очень прост. И я вам скажу, как человек, который очень много вел шоу типа прожектора Перес Хилтон, где нужно импровизировать на сцене здесь сейчас перед живым зрителем, даже не перед камерами, а вот люди сидят, и нужно их насмешить. Скажу, что этот прием является таким читом в некотором роде. То есть такой хитростью, когда придумать несложно, а эффект получается почему-то иногда даже более сильный, чем на какие-то вещи, которые сложнее было придумать, которые ты думаешь, блин, как мне это пришло в голову. А зритель смеется чуть меньше, чем над этим простым приемом. Это прием очеловечивания. Он активно используется в стендапе. На курсе по стендапам мы об этом отдельно говорим. Если вы интересуетесь стендапом, то можете на этом канале посмотреть больше, либо в ссылках под этим видео перейти и посмотреть. Но сейчас мы говорим именно про то, как это интерпретировано в иллюстрации. Что мы можем унести сегодня, здесь, сейчас, если вы иллюстратор схватить, унести домой и дома использовать эту информацию для того, чтобы тренировать свой скилл, в том числе и скилл вашего иллюстраторского сознания. Очеловечивание. Когда вы придаете неживым объектам черты живых существ. Есть целый паблик ВКонтакте, я знаю про очеловечивание. Наверняка и на Тумблере, наверняка и на Пинтересте, и на Артстейшене даже, может быть, есть какие-то теги по этому поводу. Ну, вот то, что я собирал именно комедийного. Допустим, вот эта иллюстрация мне очень нравится. Он просто не понимает меня, что значит для меня пройти через изменения. Опять же, мы видим, что два дерева абсолютно разных. Скорее всего, они семья, и они абсолютно разные, как и в жизни у нас бывает, и в определенном возрасте. С ними начинают происходить разные физиологические стадии. И вот они друг друга не понимают, потому что они разные. Мне кажется, это классная иллюстрация. Вот еще одна иллюстрация, которая имеет драматический контекст, совершенно не комедийный. Не мне вам рассказывать, что это за произведение. Если нас смотрят люди, не относящиеся к иллюстрации, то только им позволено не знать. Это Black Set. Это фантастически качественный графический роман, серия графических романов. Мы ждем следующую версию. Она продается в том числе и в России. Обязательно хотя бы полистайте ее в магазине «Республика». Но если вы иллюстратор, то вы лучше меня знаете, что это. Опять же, что здесь очеловечено? Проблема расизма. И она перенесена на животных. Как бы выглядела у животных проблема расизма? Белые лучше других цветов. И вот мы видим, как это выглядит. Это выглядит, очевидно, комедийно. Что во многом высмеивает сам расизм у людей, которые кажутся нам более драматичным, но атакуют людей, которые этим, к сожалению, пока что страдают. Следующая иллюстрация – очеловечить Москву или какой-то город, какую-то проблему вашего города нарисовать. Мне кажется, это может быть хорошим челленджем для вас. Проблема моего города. Я видел пост, в котором были очеловечены самые крупные города России в анимешном стиле. Там Томск, Омск, Новосибирск. Вот почему-то именно в Сибири аниме более популярно, наверное, потому что они ближе к азиатским странам. Вот еще способ очеловечивания, когда какие-то проблемы, которые у нас никак не визуализируются, визуализированы в образе каких-то персонажей, которые сидят на заднем сидении в вашем автомобиле. Еще одна, мне кажется, замечательная иллюстрация. Она часто, когда я показываю, вызывает бурю эмоций в залах, когда я делаю это на широкой публике вживую. Хотя я, честно говоря, не ожидал большой реакции. Ну, мы разбираем, как работает юмор. Мы же не смеяться пришли. Почему-то люди очень сильно реагируют на нее. Возможно, многим близка проблема ожирения. Мне кажется, эта картинка изобретательна. Опять же, просто очеловечивание. Как выглядит проблема похудения у таких вещей, как носители, дисковые накопители. Как рождалась эта идея? Ну, вряд ли она рождалась из того, что человек думал, так, ну, на кого бы мне перенести проблему ожирения? Возможно, она рождалась из каламбура, что типа сбросить гигабайт, да, сбросить гигабайт другой. Через слово сбросить. Мы сбрасываем вес и сбрасываем гигабайты информации. Может быть, через другой каламбур она рождалась. Через каламбур, сколько весит файл. Да, опять же, весит файл. То есть, сколько он вес, как килограммы и вес в гигабайтах. Возможно, через это родилась данная иллюстрация. Может быть, у вас давно уже есть записочки. Я вам рекомендую такие идеи записывать. Для тех, кто досмотрит это видео до конца, я поделюсь своими идеями. Вы сможете забрать их. Либо копите свои. Но я вам настоятельно рекомендую завести отдельный файл у вас в айфоне в заметках. Его можно, если вы слайдонете его немножечко влево, то он закрепится булавкой и будет у вас наверху. Это я настоятельно рекомендую делать, потому что вот этот скроллинг, когда у вас пришла гениальная идея, он может выветрить идею. Это нюансы, но так как я работаю с творческими людьми уже много лет, они имеют значение. Заведите, запиньте это сверху и лупите туда все, что приходит в голову. И не надо оценить, плохая это идея или хорошая. Вы потом сможете всегда ее не нарисовать. А если вы не умеете не рисовать, то вы сможете удалить этот файл или хотя бы не выкладывать его, если посчитаете его отстойным. Но записывайте все. Это стимулирует деятельность. Поощряйте себя. Следующая иллюстрация. Не гони. Никто нас не создавал. Мы случайно эволюционировали из снежинок. Блестящая, на мой взгляд, комедийная идея, подкалывающая креационистов. Мы не знаем, правы креационисты или неправы. Мы просто подкалываем их, чтобы им приходилось приводить более убедительные аргументы для убеждения нас. Пусть стараются. Мы продолжаем разбирать инструмент очеловечивания. Это уже третий инструмент для развития креативности у иллюстраторов. Ну вот такая проблема одноразовых свиданий, да, рассмотрена в этой картинке. На мой взгляд, тоже весьма изобретательно. Опять же, очеловечивание. То есть, что если бы у предметов были такие же проблемы, как у нас? Или у каких предметов могут быть такие же проблемы, как у нас? Вот пример очеловечивания блестящего. Серьезно? Отвалите уже. Солнце заходит, оно ложится спать, и в этот момент его чаще всего фотографируют. Все обожают закаты. Ну и паблик сочеловечивания, про который я говорил в самом начале. Просто хуманизация зубной щетки. Как мы видим, тут комедийного ничего в этом нету, но это очень хорошее упражнение как минимум. А как максимум вы можете сделать из этого целую серию рисунков, которые, скорее всего, спровоцируют повышенный интерес хотя бы на время к вашей персоне. А кто ж этого не любит, а? Ну, если вы готовы, давайте двинемся, посмотрим еще один инструмент. Следующий инструмент, который не так очевиден, как остальные, и до него труднее додуматься интуитивно, хотя, естественно, все инструменты, которые я показываю, это аналитика того, что уже существует. То есть, это такая биология человеческого творчества. Мы не создаем лягушку, мы распрепарируем ту, которая уже перед нами есть, и разбираемся, как она устроена. Этот инструмент я называю инверсия. То есть, когда вещи меняются местами. Он очень похож на очеловечивание, но разница есть. Разница именно в том, как работает наш мозг, создавая эту идею. А это для нас сейчас самое важное. Вот, допустим, у этого таракана люди в голове. То есть, мы инвертируем фразу у человека тараканы в голове, а что если бы у тараканов в голове были люди? Вы можете сделать другую иллюстрацию на этот счет, где вы нарисуете таракана, а у него в голове будут люди. Здесь этой визуализации не видим, но она, естественно, напрашивается. Ждем с господа иллюстратора. Давайте, давайте. Меч со штык-автоматом. Это одна из моих любимых. То есть, мне это кажется очень забавным и смешным. Меч, к которому прикреплен маленький автоматик на случай. Мало ли что. Это забавная инверсия. Опять же, переставлены местами объекты. Братан, набей мне шлюху на пояснице. Тоже шутка. Поменена местами. Что она подкалывает, что в определенном периоде, возможно, молодое поколение иллюстраторов среди них гораздо больше, чем в моем поколении было. Расскажу вам, детишки, что у нас такая была на 5 лет нас старше, 80-75 года рождения. Девушки, любившие ночную жизнь, нередко набивались и на пояснице какую-нибудь татуировку. И чаще всего это была бабочка. Это стало некоторым мемом. Сейчас он не так популярен, но, может быть, отголоски его бы встречали. Вот еще. Какой толстенький и уютный дядька, да? Что если бы коты разглядывали тех, кто разглядывает их в интернете? Следующая картинка. Опять же, say people, то есть вместо cheese, сыр, когда фоткается на семейную фотографию, говорит люди. Легко спутаться с очеловечиванием, обратите внимание. Но это инверсии, то есть поменены местами проблемы. В параллельной вселенной, опять же, мы подставляем заячьи уши, значит, зайцы должны подставлять человеческие уши. Вот почему это инверсия, а не очеловечивание, хотя очень похоже. Или вот, приглашаю тебя в человеконарий. То есть дельфины ходят в человеконарий. Замечательно. Это еще один инструмент, это четвертый инструмент, который я вам обещал, а впереди у нас еще три. Двигаемся дальше, и следующий инструмент это гипербола. Гипербола это преувеличение, это попытка зайти за грань, зайти за грань абсурда, то есть дойти до крайности. Если вы рисуете сильного персонажа, рисуете его гиперсильным. Так, например, появился Халк, скорее всего. То есть вы пытались нарисовать супергероя, который суперсильный именно, то есть у него нет никаких других свойств. Такой-то супергибкий, да, у которого там резиновые руки. Кто-то другой суперумный, да, как профессор Косовьев. А нас интересуют вот подобные, да, дети. Да, летят года, я ведь помню у вас еще девочка с персиками. То есть мы берем девочку с персиками и гиперболизируем ее, что с ней будет дальше. Доводим ее и персики, и девочку до возраста бабушки. Смотрим, что с ней происходит. Вот еще одна гипербола. Я видел точно такие же с бровями. Здесь с губами. Наверняка к тому моменту, когда это видео выйдет на канале, женщины будут увеличивать себе что-то еще, и мы увидим новые мемасики на этот счет. Может быть, вы будете автором этого мемасика. Как только почувствуете тренд на то, что женщины начали себе увеличивать что-то новое, или, не знаю, уменьшать, может быть, ноздри начнут уменьшать, неизвестно, подхватываете его и сделаете вот такое мемасито. Опять же мы видим гиперболу, да, нам прям ряд построен четырьмя картинками. Тоже ряд построен. Мы видим, что вот человек все время сгибался, интересовался чем-то все меньшим и меньшим. Очень простая идея, но становится комедийной за счет того, что человек грамотно использовал гиперболу. Вот, гипербола кислоты, то есть кислая настолько, что лицо становится маленьким, сжимается в одну точку. Или вот такая гипербола, которая мне очень нравится, то есть уборщица настолько тщательно все убрала, что даже на картинах навела порядок, на картинах абстрактной живописи. Дальше будет все зависеть от вашей изобретательности, от того, на какую вы проблему наткнетесь, и наткнувшись на нее, вспомните ли вы эту лекцию, вспомните ли то, как может работать наш мозг. Не я это придумал, но у меня есть специфическая возможность разобрать это по косточкам, разобрать это по полочкам и вложить в ваши светлые головы. Пользуйтесь, пожалуйста. Больше иллюстраций, больше творчества. Предпоследний инструмент, который мы разберем сегодня, это визуальный каламбур. Есть небольшая разница между каламбуром и визуальным каламбуром, потому что в каламбурах мы разбираем ситуацию, когда у одного и того же слова в различных контекстах есть два разных прочтения смысловых, а здесь у одного и того же объекта, у его формы, есть два разных способа прочтения. То есть разница именно визуальная. Разница в том, что мы по-разному интерпретируем форму. Ну так к делу. Вот, допустим, рыба. Это серия рекламы сыра. Сыр, который в кружочках маленьких упакован. Красная всегда упаковка, и мы видим, что чтобы отпечатать в головах людей, что их сыр это очень важно, и вы везде на него наталкиваетесь, и начните сами видеть вокруг наш сыр, а потом покупать его, они сделали вот такую рекламную кампанию, в которой подчеркивали различные объекты, которые визуально похожи на их сыр. Следующий рисунок, опять же, Nice Tan. Это опять же очень похоже на очеловечивание, но мы видим, что здесь визуальная схожесть. Загорелый и тот, и тот объект по-разному интерпретируется. Этот жареный в тостере, а тот загоревший на солнце. Вот, допустим, Pull your stripes up. То есть подтяните свои полоски. Что, если бы пчелы были рэперами, и их полоски бы тоже сползали. Вот визуальный каламбур, то есть что вот это такое? А так вот зачем? Нимб, как можно использовать нимб? А нимб это подстаканник для бога. Вот такая визуальная каламбуризация. То есть нимб, второе его прочтение, это мог бы быть подстаканником. Вот еще одна прикольная визуализация, когда мы сначала думаем, что это пена, а потом оказывается, что это барашек, что это не пена, а его шерсть. В иллюстрации у вас огромное количество возможностей по созданию вот таких вот мемоситосов. И еще один мемоситос, опять же, он сделан так, что сначала картинка показывает, создает какой-то контекст, а потом, как в классическом стендапе, как в классических вонлайнерах, вторая часть шутки меняет контекст слов, использованных в первой. И вот мы видим, что он поливал себя водой, которая была разноцветной, что краны обозначали не температуру, а цвета. Это визуальный каламбур. Надеюсь, вы уже пользуетесь этим инструментом, либо, если не пользовались, то стартанули. Ну, седьмой инструмент, завершающий инструмент на сегодня, это трансгендерность. Уж мне ли вам рассказывать? Итак, но к делу. Как мы можем использовать это? Дело в том, чтобы создать простую комедийную идею, спровоцировать себя на творчество, то есть на создание того, чего еще никогда не было, вам нужно взять какого-то популярного персонажа и просто поменять ему пол на противоположный. Мы пока что в рамках этой лекции будем ориентироваться с вами в бинарной гендерной логике. Вы там дальше уже сами разберетесь. Вот, сейчас нам нужно что? Поменять пол у привычных персонажей. Допустим, вот здесь, что если бы Бэйн был женщиной, что если бы Человек-паук был женщиной, что если бы Бэтмен был женщиной. Гамлет. Поменяем пол Гамлету. В иллюстрации. Вполне возможно, что Квин Харви была рождена именно из попытки создать женскую версию Джокера. Это очень похоже на правду. В какой-то статье, правда, это было больше 10 лет назад, я еще был очень юным, я читал про то, что женщина-кошка была создана как женская версия Бэтмена, просто она тоже была с рожками, но потом из нее сделали кошку, то есть она немножко мутировала. Но провоцирующая идея была именно создание Бэтмена. Ну, любители прессовать рисовали женскую версию Бэтмена и таким образом создали нового персонажа. Если вы знаете о том, какие еще персонажи были таким образом созданы, либо у вас есть версии на этот счет, то напишите об этом в комментариях. Давайте поболтаем. Мне кажется, тема весьма интересная. Вот, пожалуйста, рисунок. Что если бы Рапунцель была мужчиной? Или более близкие нам с детства персонажи, более зрелая аудитория. Это Карлсон. Что если бы Карлсон был женщиной? Вот, пожалуйста, замечательная иллюстрация. Пожалуйста, действуйте и вы. Вот такие 7 инструментов у меня есть для вас на сегодня. Ну и для самых терпеливых, теперь можно уже расслабиться, по крайней мере мне. Я расскажу свои идеи для карикатур. Они не обязательно связаны с теми инструментами, про которые мы говорили, но, возможно, кто-то захочет их нарисовать. Мне будет очень приятно. Я готов поделиться этими идеями, пока я не научился рисовать сам. И сбрасывайте их мне. Под этим видео есть ссылка на мою страницу ВКонтакте. Мне будет очень приятно, если вы сбросите что-то нарисованное по моим мотивам. Если вы сделаете из этого классную иллюстрацию, прям качественную, то это будет очень хорошо. Вы точно получите ссылку на свой паблик, на свой канал. Возможно, какая-то часть аудитории заинтересуется вашим творчеством. Это то, что я могу для вас сделать. Возможно, я смогу придумать что-то еще. Идеи для моих карикатур. Без оценки, нравится это или не нравится, возьмите то, что вам нравится. Мне нравится такая карикатура «Разминулись». То есть, когда идет красивая женщина, но видно, что уже в возрасте. И очень молодой такой жеребец, накачанный парень. И вот они идут навстречу. Может быть, даже они вот так уже разошлись и оглядываются друг на друга. И с такой сожалению, что они разминулись по годам. Вот если бы они сейчас были поближе друг к другу по возрасту, то уж точно бы что-то произошло интересно. Другая идея тоже с эротическим оттенком. У девушки чулки или носочки, но они одновременно визуально похожи на бинты. Возможно, она подтягивает чулочек, но мы видим, что эта нога забинтована. Подтягивает гипсик, может быть. Это уже зависит от того, как вы это сможете реализовать. Следующая идея. Третья. Подходит официант к двум девушкам, которые сидят в ресторане за столиком и шлепает одну из них по попке. Она возмущенно на него смотрит во второй иллюстрации. И он ей говорит, что этот шлепок по попке вам вот от того столика. Передали, мол. Мне кажется, тоже весьма забавно. Следующая идея. Опять же, с неприкрытым эротизмом. Ну, это для тех, кто понимает, о чем я говорю. Девушка трется об банкомат, как стриптизерша мужика или шест. То есть, стоит банкомат, она, причем, там забыла пин-код, допустим, да, и трется об него стриптизерским методом. Мне кажется, что это может быть очень хорошей иллюстрацией, если вы умеете красиво рисовать стриптизерш. А я думаю, что многие в этом практикуются. Пятая идея. И может иметь множество различных решений. Тут больше свободы. Девушка держит руки, как весы, и сравнивает какие-то две вещи. Может быть, она сравнивает Facebook и ВКонтакте. Может быть, она сравнивает Tumblr и ArtStation. Может быть, она сравнивает деньги и сердце у нее здесь, на другой руке. Главное, чтобы ее руки были похожи на весы. Можно еще завязать ей глаза, как у богини правосудия. Вам в руки карты. Шестая идея. Эти идеи уже я писал скорее для кино. То есть, они, возможно, будут читаться только в определенном контексте. Но я думаю, что вы поймете, разберетесь и сделаете из этого шедевр. Герой едет в метро, в вагоне метро. Он о чем-то мыслит. У него какая-то проблема глобальная. Задается какими-то вопросами. И ответ приезжает, как название станции. То есть, ответ на вопросы в его голове приезжает, как название станции. Здесь можно либо взять реальное название станции и подогнать под него вопрос, ответом на который будет название станции. Либо сделать название станции, которого не бывает, и решить это таким образом. Также можно пойти по простому пути. Просто огрубить это, добавить какое-то матерное слово. Допустим, он там, да давай уже, кончай думать, просто позвони ей, да, там, позвони ей станция называется Какое-то очень простое решение может быть, если вам нравится, забирайте Седьмая идея, то, что бывало с каждым, это первый день на работе Первый кадр, там, человек приходит первый день на работу, ему выдает бейджик Дальше он заходит в офис, там, все орут, все орут на всех Простая такая иллюстрация без завершения, то есть просто показывает трудность первого рабочего дня и адаптации в новом коллективе Восьмая иллюстрация, несколько друзей с одной стороны идут, потом начинается драка и один убегает от этой драки И все остальные спрашивают, Слипа, ты куда, ты что, струсил? Он говорит, да нет, я просто возьму разбег Может быть, на следующей картинке он действительно бежит и делает этот разбег, либо делает слишком большой разбег Это уже зависит от того, что вам кажется более комедийным, более интересным Следующая картинка с ярким порнографическим подтекстом Допустим, концерт какой-то суперзвезды на ваше усмотрение Что популярно в данный момент, когда вы смотрите это видео, какой-то звезды мужской, которая вот очень считается очень сексуальным у женщин И первый ряд сидят одни девушки красивые И в тот момент, когда он там что-то, какую-нибудь розочку дарит или распластывает руки То есть делает какое-то сексуальное, красивое для женщин Па, у женщин из-под юбки такой аж пар, как от утюга Выбрасывается Если вы любите такое, то нам с вами по пути Девятая идея для иллюстрации Это человек обращается в кассу Допустим, касса, на которой написана информация Его спрашивают, что вы ищете Он отвечает, смысл жизни Женщина, которая работает на информации, говорит, это вам в 14-й кассу Мне кажется, что это может иметь определенный мимический успех Давайте попробуем Десятая комедийная идея Ресторан, собираются друзья, сидят за одним столом И все разговаривают по телефону Очень громко, оживленно, там смеются, хохочут Следующий кадр, они заканчивают все разговоры Кладут телефоны И молчат, потому что им не о чем поговорить друг с другом Это типично для людей старше 30-ти Попробуйте это нарисовать Молодежь, сделайте для нас что-нибудь Следующее, одиннадцатое Футбол глазами женщин То есть то, как видят женщины в футбол Единственная проблема, что мне кажется, что такая иллюстрация уже вышла То есть когда я записал идею, я этого еще никогда не видел Но, по-моему, где-то я уже ее встречал Если вы не встречали, и она вам нравится, то давайте сделаем Футбол глазами женщин То есть женщины смотрят там матч с Криштианом Роналду И видят только вот эти вот глазки, как в японском стиле Допустим, со звездочками там Какой у него торс Все остальное их мало интересует Там красавчики с красавчиками бегают, толкаются, обнимаются То есть какая-то иллюстрация, как видят мужчины в футбол И как женщины видят в футбол Попробуйте на эту тему пофантазировать Двенадцатая идея Лекция Тоже какой-то привлекательный мужчина рассказывает Какую-то очень сложную лекцию про крантовую физику Девочка что-то очень внимательно записывает, записывает, записывает Потом мы видим, что она записывает У нее вся тетрадка в членах Вот, если вам такое близко, то давайте сделаем Очень простая Один кадр по трансгендерности Просто берем водительница грузовика Что если бы женщина водила грузовик Какие бы у нее были татуировки, пофантазируйте Что бы было у нее на постере Или там, что у нее было бы нарисовано на машине Там обычно у всех голая женщина У нее может быть там голый мужчина Или что-то в таком духе Попробуйте на этот счет пофантазировать Следующая иллюстрация Я уже сбился со счета Поэтому просто следующая иллюстрация Женщина, которая избивает шпиона Который ее фотографировал Из-под тяжка Она его увидела Избивает Но не за то, что он за ней шпионил А за то, что он фоткал ее ненакрашенной Или может быть другое решение Шпион шпионит за женщиной Она его видит Она за ним гонится Догоняет его И в тот момент, когда она его схватила Она говорит Так, покажи И фотопробуй Удали 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 Не самая сильная идея Но может быть вы сможете ее развить усилить Девушка, которая увидев на экране Любимого героя Начинает прихорашиваться Понятно, что он ее никак не видит Но она на всякий случай прихорашивается Вот эта идея мне очень нравится Ее очень трудно реализовать в формате стендапа Потому что тут очень важна визуализация Но ее можно сделать либо в кино Либо в иллюстрации Парень в гостях у друга Подходит посмотреть фотографию На фото огромная ростовая кукла Обнимает девушку на пляже То есть огромная ростовая кукла Обнимает маленькую девочку на пляже Говорит, это кто? Говорит, ну это моя сестра Там из другой комнаты, допустим, кричит ему Дальше берет другую фотку И там эта же девочка И эта же ростовая кукла Но на горнолыжном курорте уже То есть не на пляже На горнолыжном курорте Та же самая ростовая кукла Спрашивает, а это что? Да это они с подругой ездили на лыжах кататься Берет следующую фотку И там обычная семейная фотка где отец, мама, этот его друг, который кричал ему только что, и огромная ростовая кукла. Да, это мы в 2002-м. Таким образом мы выясняем, что огромная ростовая кукла и есть сестра этого парня. Мне кажется, это крейзи немножечко. Следующая иллюстрация, опять же, мне кажется, что я это где-то уже видел. Конференция обезьян по тому, как чистить бананы. То есть огромное количество обезьян, и все слушают лектора, который рассказывает, с какого конца нужно начинать чистить банан. Еще одна очень простая иллюстрация. Идет компания, мальчики, девочки, они все грустные, идут вдоль дороги. Мимо проезжает машина, из которой звучит их любимая музыка какая-то, может быть, популярная на тот момент, когда вы смотрите это видео. И когда она проезжает мимо них, они же оживают, пляшут, машут руками, но когда она уезжает в следующем кадре, машина проезжает, и они снова идут такие печальные, как будто бы ничего не случилось, как будто бы секунду назад они не плясали. Еще одна прикольная идея. Мы ее рождали вместе с Лешей Красильниковым когда-то из его идей, что сверхсекретная лаборатория, человек приносит с собой глаз, проходит через один уровень. Глаз какого-то врага, который он выковыривал, прикладывает его к сканеру, проходит через один уровень. Дальше отпечаток пальца. Он достает оторванный палец, прижимает его и проходит дальше. Дальше сидит бабушка, и такой турникетик очень легкий. И бабушка говорит, что да, я все понимаю, вы идете захватывать и разрушать нашу корпорацию зла, но вам нужно обязательно зайти в отдел пропусков и получить пропуск. Следующая иллюстрация, которая тоже может, мне кажется, иметь сильный успех. Для тех, кто хорошо, классно рисует, как Ишмаев, девчонок, любят вот эти керви, подчеркивает всякие женские наши любимые изгибы. Очень, мне кажется, интересна эта идея. Девушка с вот этими вот шикарными формами, экскурсовод, ведет экскурсию, вокруг нее толпа туристов. Все смотрят не на Венеру Милоску, которая должна быть на картинке, чуть уступать ей по красоте, а все смотрят на нее, когда она рассказывает про идеал красоты. И лишь она одна смотрит на Венеру Милоску. Мне кажется, это может быть классная иллюстрация. Это все мои идеи на сегодня, которые, мне кажется, хорошо визуализируются. Если вам нужны еще, то посмотрите мой стендап и нарисуйте что-нибудь по мотивам моих стендапов. У меня на канале на сегодняшний день есть целые три моих сольных стендапа. Что-нибудь вы точно обнаружите. Но я думаю, что и этого нам с горкой. Ну а теперь стилусы в руки и давайте рисовать. Если это видео было полезным, то, пожалуйста, поделитесь им в ваших пабликах, поделитесь с вашими друзьями-художниками этим видео. И оставьте позитивный комментарий под этим видео. Для ютубовских алгоритмов это очень важно. И я таким образом пойму, что мне нужно сделать для вас что-то еще более ценное. Спасибо большое, что были со мной. Ну и если вас заинтересовал сам процесс создания комедийных идей, создания шуток, то он очень подробно рассмотрит в моей книге все инструменты комедии. И вот в этом курсе инструменты комедии с видеопримерами, с новыми картинками. Потому что есть еще другие инструменты, которые мы с вами не разбирали в рамках этого видео. Там все очень подробно, детально и с упражнением. Спасибо, что досмотрели до конца. Счастливо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok